Доброе утро, дамы и господа, господин председатель. Во-первых, большое спасибо, что меня пригласили, дали возможность рассказать вам о новых моноскопических технологиях наших с инженерной точки зрения. Сейчас эти технологии уже доступны. И я начну с технологии IDOF, Extended Depths of Field, увеличенной глубины резкости. Смысл технологии в том, чтобы обеспечить резкость изображения во всем диапазоне обычных эндоскопических расстояний. Чтобы понять принцип работы технологии, нам нужно будет немножко углубиться с вами в физику. Нам нужно вспомнить, что в лактической системе объект, он как бы проецируется на сенсор, на датчик. И пока этот предмет остается в глубине резкости, мы на датчике видим резкое изображение. Как только наш объект, он выходит за пределы глубины резкости, у нас, соответственно, резкое изображение возникает на каким-то другом, либо не любеет датчиком, либо за ним. А на самом датчике, на самом сенсоре изображение получается размыто. Что в этом случае делаем? Мы корректируем фокусное расстояние, чтобы у нас на сенсоре оказалось снова резкое изображение. Технология видов основана на такой небольшой хитрости, для того чтобы обеспечить резкоэндоскопическое изображение. Мы берем изображение, которое мы получаем из оптической системы, и сначала разбиваем его как бы на два изображения в формате Full HD. После этого эти два изображения при помощи двух зеркал проецируются на соответствующие сенсоры. То есть, в каждом внутреннем у нас два дискотических изображения. И благодаря положению зеркала, один зеркал и два, мы получаем два изображения с двумя разными фокусными расстояниями. Другими словами, на практике мы получаем ситуацию, что у нас есть изображение, у которого, например, центр резкий, и второе изображение, где у нас резкая периферия. Но при этом у меня нет изображений, где бы все было резкое. Тут задействуются электронные технологии, анализируется, соответственно, зона резкости обоих изображений, и после этого они накладываются друг на друга, и у нас получается одно резкое изображение. Таким образом мы обеспечиваем резкость во всем диапазоне до 3 мм от поверхности слизистой, а обычно это расстояние порядка 5 мм. И все вы, конечно, знаете, что в эндоскопических процедурах очень часто такая ситуация, особенно вот в диапазоне 3-5 мм, это очень-очень важная зона, потому что, как правило, мы смотрим, часть слизистой оположки слишком быстро находится вот в этом диапазоне, но при этом нам нужна резкость и здесь, и на более дальних расстояниях. Вторая технология – Ордиап – красное дипломатическое изображение. Смысл этой технологии в том, чтобы обеспечить визуализацию кровеносных сосудов или в терапевтических условиях понять, где у нас точки кровотечения. Чтобы понять, как работает эта технология, нам опять же потребуется физика. Возможно, вы помните вот эту вот кривую поглощения гемоклобина. То есть кровь у нас не во всем диапазоне видитного спектра одинаковая. Особенно здесь, вот, ну из метапазона, в правой части графика, когда мы говорим про спектр 6-630 нм, это желтый, красноватый цвет. Вот здесь у нас наблюдается сильное падение на кривую поглощению. Но с технологической точки зрения мы как раз вот этот эффект, это падение можем использовать. Для этого нам потребуется носитель на источник света высокой интенсивности именно вот в этом вот желтом винтарном цвете. И для этого нам потребуется поставить еще один спектр на источник света. И если это у нас стоит, то мы можем, соответственно, различать вот эти вот длинные волны. Слева, например, у нас обычная слизистая, да, и мы видим, что красный свет и гектарный свет, они проникают достаточно глубоко внутрь, и соответствующий образом отражаются и поглощаются. А справа у нас, где у нас кровеносный сосуд, где у нас гектарный свет, мы видим более высокие коэффициент воплощения гектарного цвета. Соответственно, интенсивность этого цвета существенно падает. А у красного цвета интенсивность остается практически то же самое. При помощи такой деференциации мы можем создавать более контрастные изображения вот этих глубоко возникающих кровеносных сосудов, как мы видим, в Таганде. Еще более важная ситуация, когда мы, например, проводим лечение, проводим какую-то процедуру, у нас есть кровотечение, нужно определить источник кровотечения. Мы видим вот этот вот кровь, и в этой крови очень сложно понять, где у нас сосуд, через который происходит кровотечение. И если мы с вами задействуем тот механизм, о котором уже только что говорили, то, соответственно, концентрация крови у нас будет выше в том месте, где располагается сосуд. И, соответственно, там у нас должно быть высокое поглощение гектарного цвета, чем красного. Вот, соответственно, это вот так вот выглядит в реальных условиях. Справа не видим практически при помощи технологии RDI. Ну, мы, если так можно сказать, практически видим насквозь все. И нам очень легко установить источники кровотечения. Следующим объемом важна технология. Это технология TXI. Технология повышения текстуры и цвета изображения. И смысл в том, чтобы визуализировать подозрительные очки, подозрительные зоны. То есть это… здесь используется белый свет. Свет – это просто вот технология, которая без электронных компонентов. Это чисто технология оптимизации изображения. Мы используем обычный белый свет здесь. Но до оптимизации, перед оптимизацией мы это изображение электронным способом разбиваем на текстурный компонент и, соответственно, компонент яркости. Это очень важно, потому что сейчас мы можем уже электронным образом корректировать текстуру, не затрагивая. То есть оптимизация текстуры, она не влияет на яркость, и аналогичным образом мы можем поступать с яркостью. Поскольку это у нас оказывается две – два независимых шага, мы их отдельно корректируем и потом снова сводим в единое изображение. И при этом можно сделать, чтобы корректироваться этой коррекцией, если нам это необходимо. Но при этом у нас получается очень высоко контрастное изображение именно тех зон, которые нам интересны. изображение. Кроме того, эта технология дает нам дополнительные положительные возможности, если так можно сказать, мы можем корректировать не только яркость всего изображения, мы можем делать это селективно, в каких-то конкретных зонах. Вот, следовательно, например, видите типичную ситуацию, да, мы видим на изображении, у нас передний план хорошо освещен, если мы посмотрим в верхний угол, там как-то все темновато, света там достаточно. При помощи технологии TXI мы теперь можем взять и повысить яркость, во-первых, сначала проанализируем, да, выявляем, то есть более темные зоны, и после этого мы повышаем яркость этих зон, только в верхнем левом эндеме. После этого мы сводим это изображение непобедимое, и задний план у нас освещен теперь гораздо более ровно. И все это вместе должно дать нам более высокий контраст при выявлении и при анализе очагов, но, собственно, у нас есть еще несколько минута X5. Я вам расскажу, что об этом более дима. Но последнее, но не менее важное, что хотелось бы сказать. Это новая система ALIXXX1. Икс – это совместимость, отношение совместимость двух направлений дескориги. С одной стороны у нас – сюда технология, развивательная венда, а с другой стороны монохромная технология. И та, другая технология, они минусы и минусы, именно поэтому они развивались параллельно. Но сейчас при помощи этого нового процессора вы можете любой энтоскоп использовать либо систему XR, либо XR и подключать их к одному видеопроцессору. На этом у меня все. И хочу сказать только в заключении, что мы надеемся, что эта система окажет Вам поддержку в Вашей жизненной работе и благоприятно скажется на здоровье наших пациентов. Большое спасибо за внимание. Ну ладно, поаплодирую. И действительно, если еще увеличенная глубина резкости, текстура, цвет выглядят мощным движением вперед, то возможность видеть сквозь крови прямо скачет вперед, такой фантастический совершенно. по крайней мере тех, кто первый раз, я помню свои впечатления из тех, кто трудно поверить, как это было, но технологии даже нет. У нас вопросы и ответы. Вы готовьте, пожалуйста, какие-то образы мне передавайте. Будут в конце. И Кейлик, мы сразу переходим, да, к следующему выступлению. Да, представляем участников международной сессии. Мы готовы послушать их представление в клинической практике этих всех технологий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...